Последнее время Армения не покидает инфополе Кремлевского пула. Представительница российского МИДа Мария Захарова заявила, что страну на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа. А президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит о массовом вооружении Армении. Его беспокоит, что республика проводит военное учение с зарубежными странами. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев в комментарии для Молдова-1 отметил, что, несмотря на громкие заявления, в регионе не должно произойти чего-то серьезного. Ведь в ноябре в Баку пройдет конференция ООН по климату. Азербайджан, разумеется, делает это потому, что сейчас годовщина, скажем так, ликвидации непризнанной республики Арцах, как говорит Азербайджан, годовщина их антивирористической операции, которую они провели. Ну, так или иначе, Азербайджан начал наступление на ту зону, которую тогда удерживали миротворцы, если говорить объективно, и армяне массово покинули регион. Азербайджан утверждает, что добровольно. На самом деле, скажем так, у них были причины опасаться. Захарова же скорее делает такие жесткие заявления по той причине, что Пашинян заявлял о том, что ОДКБ – это не защита, а угроза для Армении, как он теперь считает. Ну и потому, что вот буквально на днях в Армении задержали некую группу людей, которых, как утверждается, которые якобы готовили военный переворот, и у них тоже были связи с Россией. Они общались с людьми, которые воевали в ЧВК «Вагнер». Вот там есть специальный армянский батальон, который называется «Арбат». И вот якобы эти люди ездили в Ростов-на-Дону, там готовились, и вот должны были совершить нечто в Армении. Вот, собственно, причины двух сторон высказываться таким образом. На деле же, на деле же, мне кажется, что вот несмотря на громкую риторику, все-таки не должно в регионе произойти чего-то серьезного накануне такого важного мероприятия для Азербайджана, как КОП-29. Они вот сейчас готовят этот экологический форум, и это для них действительно очень важно, это для них имиджевое мероприятие. Так что я не ожидаю каких-то стучек насилия именно сейчас. Но, в целом, скажем так, все идет своим чередом. Армения действительно дистанцируется от России. Армения действительно ищет возможности закупить оружие во Франции и в Индии. Это вот есть. Ну и Азербайджан просто напоминает о своей победе и пытается каким-то образом держать Армению, скажем так, в тонусе, запугивать ее средствами определенными политическими. Власти Армении на прошлой неделе заявили о предотвращении попытки госпереворота в стране. По данным пресс-службы Следственного комитета страны, диверсию готовили не менее семи граждан, проходивших тренировку в России. Среди них были и выходцы из Нагорного Карабаха. Трое семи подозреваемых задержаны, остальные объявлены в розыск.